Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А нога еще болит, да? Да немного при ходьбе, но он будет долечиться. А если вы ищете Фрейда, то он ушел? Не дождался меня? Да нет, он совсем ушел из отдела. По собственному желанию. Не поняла. И Галчанский его так вот пустил? Ну, собственно говоря, я его и не задерживал. Ну и где он, кто знает? Ну, вон Сережа даже к ним домой ездил. Соседи говорят, что они больше месяца его не видели. Так спокойно об этом говорите. Да ладно, поехала отдыхать к океану. Фрейд сказал, что она вам сейчас нужнее, чем ему. Ну, там коробка-автомат, левая нога не будет уставать. В общем, там сигнализация, все просто, инструкция есть. В бардачке, под жвачкой. Никогда не каталась на таких крутых тачках. Никогда не каталась на таких крутых тачках. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Да, крутая у вас на машине инструализация. Ведь у гонщиков полтора километра отъехал и заглох. Да? Наверное, вам видней. Жалко, что у гонщика успел скрыться с места преступления. Ничего. Спасибо. Всего доброго. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, алло. Вызови электрика. Не ходи сама. Зато телефоном ты пользоваться не разучился. Обещай, что не будешь заниматься щитком. Да, у меня автомат. Я сейчас выйду, подниму рычаг и все включится. Пожалуйста, вернись и вызови кого-нибудь на помощь. Ты меня пугаешь. И меня тоже. А у тебя наверняка там темно, ты хромаешь, не дай бог споткнешься. Неужели так трудно позвонить людям? Ладно, не кричи. Сейчас позвоню в ЖЭК и буду себе идти дома. Ты доволен? С нами на связи в прямом эфире наш собственный корреспондент Лев Демьянов. Лев, расскажите, что происходит на открытии нового памятника у Центрального дома художника на Крымском валу? Добрый день. Как видите, несмотря на пасмурную погоду, сегодня здесь многолюдно. Местным жителям не терпится первыми увидеть новое творение знаменитого скульптора Эдуарда Богданова. Напомню, что официальное открытие памятника должно было состояться только осенью следующего года. Роман у всех на глазах расстрелял журналиста. Что значит вы не знаете причину? Да он мне объяснил, почему. Повторяет одно. Я готов понести заслуженное наказание. Все. Слушайте, можно попить вас? Вода на кухне. Психиатр его осматривал? Да, только недолго. И говорит, больше меня к таким людям не вызывайте. Может, вы с ним поговорите, он вам все расскажет. Почему я такое чувствую, что я до сих пор нахожусь в коме? Это дурной сон. Никак не могу дозвониться Галчанскому. Слушайте, вы в курсе, у вас вентиль газовый сломался? Теперь еще и вентиль. Первый раз? Я первый. Меня зовут Роман. Убийство. А тебя за что? Глухонемой. Тогда тебе страшно повезло. Я знаю ваш язык. Давай поспи. Ты себя и на свободе так вел? Вваливался в чужой дом, не здороваясь, и бухался на кровать. Я подумал, что нам двоим будет спокойнее, если мы друг о друге узнаем чуть-чуть побольше. Как тебя хоть зовут-то? Нет? Ну, хорошо. Я буду тебя звать Роман. В честь себя. Свободен. Здесь нет видеокамер. Нет других прослушивающих устройств. Я пришла одна. Не как следователь, а вдруг. Фрейд убил человека. Да. Зачем? Странный вопрос. Просто не хотел, чтобы он жил. Очень смешно. Из-за чего ты убил Демидова? Если ты хочешь разговаривать со мной, как с другом, задай мне другой вопрос. Где ты пропадал все это время? Что ты расследовал? Уверен, что здесь все случилось? Я же все эти леса, как свои пять пальцев знаю. Я это все сто раз оббегал. Потом это у нас самое глубокое болото. Других-то и нет. Вот его кроссовку, вот тут ты нашел. Тело, значит, не нашли, только обувь. Ну, а че, пришли вон. Баграме-то потыкали, ничего не зацепилось. Николай, а как ты себя в этот день чувствовал? Нормально себя чувствовал. А че? Да-то не пойму я. Мы ж с тобой сюда где-то час добирались, да? Ну? Ну? Ты говоришь, что лес начал прочесывать в девять часов утра. Так? Значит, в десять где-то ты должен был найти кроссовок. А людей ты позвал только в два часа. Куда четыре часа делись? Ну, так я ж человека искал. Надо было вглядываться. Ну, так под каждый куст заглядывал. Жена твоя говорила, что ты домой возвращался. Я? Ну, да. Возвращался. Зачем, Коль? Ногу натер. Приобуться надо было. Врать, Коля, надо красиво. Или не врать совсем. Один человек попал без вести. Мне это дело показалось интересным. Но я ошибался. Дело показалось мне интересным. Нет, я не нашел состава преступления. Поэтому решил сам стать преступником? В этой жизни нужно все успеть. Ты видишь дело, Фрейда? Я? Покажи мне протокол допроса. Это все? Ну, да. Здравствуй, не вижу. До свидания, не вижу. Я задавал много вопросов. Он ничего не рассказал. Приготовь мне информацию об убитом. Роман упомянул, что занимался неким делом. Там человек пропал в лесу. Мне нужно поднять все материалы по этому делу. Хорошо. Ой, это была машина. Быстро, быстро, быстро. За мной. Он здесь, здесь, здесь. Здравствуйте. Убийство как-то связано с открытием станции нового метро? Я не думаю. А как вы прокомментируете тот факт, что убийца – это ваш помощник и сотрудник прокуратуры? Я поделился с вами всем, чем мог. Идет следствие. Я после суда отвечу на все ваши вопросы. Пожалуйста, до суда маленький комментарий. Ты чего? Ты зачем приехала? Тебе еще рано выходить на работу? Почему вы поручили невежную вести дело Фрейда? Фрейд сам его выбрал. Я спросил, чем могу помочь. Он просил передать дело невежной. Роман сказался с ним разговаривать. Роман сейчас ни с кем не хочет говорить. Ему не терпится, чтобы дело передали в суд. Я не возражаю. День, ну. Привет. Привет. Вот дело Фрейда, а в нем отчет по баллистике. Эль, хорошо. Анна Николаевна, я в столовой. Вам что-нибудь нужно? Нет, нет, аппетит, спасибо. Эй, Лих, Лих! Лих, держи! Анна Николаевна, а вы вентиль починили? Нет, еще успею Какой вентиль? Да на кухне у газовой плиты Развинтился вентиль этот Пытался найти разводной ключ, ну ладно, все нормально Лих, звонили? Звонила, прислали электрика Мне недавно свет отключали Значит так, смотри, вот у меня два ключа Вот эти отдельные, которые Вот этот от верхнего замка, этот от нижнего Если позвони домой, Надя тебя встретит У нас все равно одна комната пустует Держи У меня есть где жить, у меня есть твоя квартира Нань, ты не понимаешь, газовая плита это очень опасно Ты слышала, сколько производит взрывов от бытового газа? Сегодня придет специалист, и я должна быть дома Мы тебе сами найдем специалиста Татьяна Слав Если ты хочешь и дальше ходить на работу, тогда переезжай Меня дома редко бывает Дочка у меня в Питере работает А Надя одна скучает И для тебя, и для нее, и будет на пользу Я соглашусь, если вы отдадите дело Фрейда мне Я соглашусь, если вы отдадите дело Фрейда мне На, что-то так жестко Зря подчеркиваешь, Корблина все равно читать телеком будет Я все слышу Узнала, зачем Фрейд ездил в деревню? Да, он пытался найти труп Мужчина считался в пропавшем бедрости И Фрейд ходил на болото, где нашли вещи этого Осипова А почему Фрейд интересовал Осипов? Ну почему, не только он Фрейд провел другие случаи, когда люди по неосторожности погибали Но в этом деле его, видимо, что-то заинтересовало Встречаемся через 15 минут внизу Я к Золчанскому за санкции Хорошо Господи, а это что такое? Субтитры сделал DimaTorzok Патронтаж Еда здесь невкусная Рыбу пересушили И кондиционера нет душно Охранник сказал, что ты тоже убийца Кого замочил? Хватит! Хватит, я сказал! Меня перевели сюда из восьмиместной камеры Где кормили бурдой на воде А здесь кормят картошкой с рыбой И вода здесь чистая Верю на слово В другой камере не был Оно видно Мне плевать, куда тебя уводят каждый день И что ты говоришь про меня? Передай своим мундирам, что я никого не убивал И пусть меня в карцер запирают Я все равно признания не подпишу, понял? Охотничий пояс Осипова Которого, кстати, искал Фрейд Криминалистов удивило, что нет отпечатков пальцев на патронах Хотя на самом поясе их очень много Осипов работал учителем физики в школе За неделю до исчезновения проходил подозреваемым В покушении на убийство главы района Но потом в деле разобрались И почитали, что это несчастный случай Что узнали про жертву Фрейда? Лев Демьянов закончил журфак Делал репортажи для телевидения С Фрейдом вроде не пересекались Также Демьянов ввел колонку В нем работал в журнале Рубрика «Острое интервью» Причем, обратите внимание У интервью Демьянова есть нечто общее Видите? Мелко написано Дело не в тексте, обратите внимание на заголовки Он брал интервью у тех людей Которые через несколько дней погибали Причем, в очень странных обстоятельствах Мищенко подавился в ресторане Трепольский убит током от микроволновки А Осипов утонул в болоте Об Осипове журналист не писал По крайней мере, я не нашла Ну, а что их связывало? Это всегда были обеспеченные люди Причем, жизнь некоторых из них Была застрахована на баснословные суммы Я думаю, что кому-то гибель этих людей была очень выгодна Я, кстати, узнала, что за две недели до гибели Демьянова Фрейд ходил в фитнес-клуб Решил форму поправить? Нет, просто Чусов, хозяин клуба, был убит душевой Интересно Демьянов тоже брал у него интервью? Здравствуйте, меня зовут... Анна Кораблина, да, сегодня уже дважды звонили из прокуратуры Я могу посмотреть место, где произошло убийство Пройдемте Знаете, я не верю, я... Я не верю, что это убийство Петя, он был таким деликантным Он... он с каждым, понимаете, с каждым мог найти общий язык Да он почти из всех своих врагов сделал друзей Говоря почти, вы подразумеваете, что враги у него все-таки есть? Да... так, зависит... не больше Здесь был пролит шампунь, это из флакона вылилось? Да нет, флакон был закрыт Вообще, Петя, да, он любил вылить на себя побольше шампуня Все это так... вспенять Один раз даже подскользнулся дома Он осознание не терял? Да нет, так... шишкой отделался только Наши эксперты заключили, что Петр мог захлебнуться от напора воды Не сильный напор? Да нет... И все-таки, из-за чего подрались инструктор и ваш муж? Анна, я уже очень много раз за это время опросила каждого сотрудника этого клуба Никто не видел драки Люди видели начало конфликта Позже на лице инструктора появились синяки А еще через день Вашего мы уже нашли мертвым Левон, закругляемся, время Понимаете, Анна, Петя был директором клуба фактически только на бумаге В реальной жизни всем руковожу и руководила я Просто я попросила разобраться с инструктором, который брал деньги с клиентов Мимо кассы себе в карман Но сложность оказалась в том, что Петя никого не знал в лицо И он просто перепутывал его Алексея Птицына и Снежкина А в тот вечер, когда Птицын и ваш муж были в бассейне Кто-нибудь мог еще быть из других людей? Петр вообще-то, он предпочитал плавать уже после закрытия клуба Но, конечно, какие-то сотрудники могли быть Птицына я отпустила в тот день за час до закрытия клуба И сама ушла пораньше Ну, он не ушел? Не ушел Камеры слежения висят у вас только перед входом? Нет, почему же? У нас есть еще камеры в тренажерном зале, на третьем этаже Почему здесь нет? Я вот вижу, места для них есть и провода, а камер нет А вы знаете, от тважности объективы запотевали Я не видела особого у них смысла Не надо меня так часто выдергивать из камеры Сосед ревнует Я разговариваю здесь с тобой только потому, что я знала другого Фрейда Который не убивал людей и помогал следствию Кто отправил тебя на болото расследовать убийство Осипова? Личная инициатива Учитель физики уходит в лес и бесследно исчезает Загадочно Это случилось четыре года назад Почему и откуда такой интерес к этому делу сейчас? Я тогда не работал в органах А расследование убийства в бассейне? Тоже личная инициатива А у тебя есть основания полагать, что это было убийство? Удар пришелся на лобную кость, а нашли его, лежащий на спине Если он потерял сознание от удара, он не мог перевернуться А если он не терял сознание, он не мог захлебнуться А что по этому поводу думает твой сокамерник Птицын? Ты про Птицына знаешь, Галчанский разболтал Галчанский уверяет, что ничего не знает Но говорит это так, как будто знает Черт, Фрейд, я уже стала разговаривать, как ты С кем поведешься? Птицын не убивал Если бы он хотел инсценировать самоубийство Чусова, он сделал бы это в бассейне И удобнее, и камер нет А знаешь, как мы их сняли? В тот же день, когда Демьянов пришел брать интервью у Чусова Фрейд, может быть, ты мне скажешь, зачем ты убил этого журналиста? Демьянов был вестник апокалипсиса Вот он поговорит с кем-то, и тот сразу погибает Как еще я мог его остановить? Я распоряжусь, чтоб тебя осмотрел тюремный психиатр Четыре года назад Осипов, так же, как и Птицын, обвинялся в убийстве Позже это дело переквалифицировали в несчастный случай Я знаю Осипов едет охотиться Судя по калибру его патронов, он ни малейшего представления не имел О том, какая живность населяет этот лес Он надел кроссовки, не сапоги И он полез в болото, вот кто так делает? Самоубийца Или человек, который хочет, чтобы его считали мертвым Птицын моложе Осипова Я не говорю, что это один и тот же человек Я имею в виду того, кто стоит за всем этим А ему очень не везет с водной стихией Когда вернешься в камеру, спроси у Птицына, почему он не пошел домой, когда рабочий день закончился И зачем он взял ключи от запасного выхода Их нашли в кармане спортивных штанов Спрашу Я хочу увидеть труп журналиста, которого убил Фрейд Тебе мало результатов вскрытия? Патологоанатом, чья подпись стоит вот под этими документами, труп не видел Мужчин с двумя огнестрельными ранами вообще в морг не поступало в этом месяце Вы что затеяли? Фрейд решил дать ему прозвище призрак Кому? Наемному убийцу Этот призрак специализируется на несчастных случаях Его жертвы подскальзываются в душе, тонут в болотах Нет состава преступления, значит, некого обвинять Если бы у этих киллеров был бы табель о рангах, то он бы был на вершине пирамиды Демьянов это призрак? Все ниточки вели к нему, он мог собрать на будущую жертву любую информацию Но у него железобетонные алиби Назовите мне хоть одну причину, по которой от меня это нужно было скрывать Когда призрак узнал, что Фрейдин им интересуется, он сам вышел на связь и поставил нас перед выбором Либо Роман, прилюдно убивая журналиста, либо погибаешь ты Теперь ты понимаешь, почему так психовали за твоего газа? Получается, что это не Фрейд угнал мою машину Нет, это был призрак, он дал нам знак Когда это была в коме, Рома часто навещал тебя А призрак за ним следил и подумал, что ты Фрейду дорога Ну, в этом я сомневаюсь Когда Фрейд заметил флешку, мы поняли, что надо его спрятать на некоторое время Но призрак нас опередил, поэтому пришлось убить журналиста Ну, в смысле? И естественно, журналист Демьянов жив и здоров Я знал, что ты крыса Меня переводят сегодня в другую камеру А тебя уволят за то, что ты не выполнил задание Да, я крыса, а ты птицын Но проблема заключается не в этом Проблема заключается в том, что начальник тюрьмы ушел в отпуск А его зам отправит тебя в камеру к настоящим убийцам Не таким, как ты и я У тебя полчаса, чтобы рассказать, что произошло в бассейне Да я не убивал Чусова Я его не убивал Да, я был с ним В одном помещении, в одно и то же время Но я его даже пальцем не трогал Что сказал адвокат? Адвокат сказал, что он меня оправдает Ты как младенец, как можно доверять адвокатам? Тебя подставили Да, 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 меня подставили Вот лично я верю тебе Я верю, что ты не убивал Но убийца был где-то там Я знаю его почерк На этот раз просто пошло что-то не так И что именно, знаешь только ты Зачем ты взял ключи от запасного входа? Мне предложили сто тысяч за то, чтобы я молчал Убийца? Нет, тот, кто его нанял Он тебе никогда их не отдаст А кого ты ждал в бассейне? Я ждал сестру Сестра Моя сестра днем мучится Вечером тренируется, готовится к соревнованиям Я ей открываю запасной выход И она проходит и тренируется Когда приходит Чусов, мы заканчиваем тренировку Убийцу заказала его жена Ну, а как ты договаривался? Она избавилась от камер слежения Она на полчаса раньше отпустила тебя Все должно было произойти в бассейне Но произошло в кабинке душа А ты видел убийцу? Нет, убийцу видел, моя сестра Я стоял спиной к двери Он выглянул из-за нее, увидел, что в бассейне кто-то есть и скрылся Я пошел за нее, увидел Чусов И он был уже мертв Да Чего ж ты раньше-то не сказал? Потому что появилась жена Чусова И предложила огромную сумму денег За нашей с сестрой Молчание Молчание больше не золото По нынешнему курсу обмена валют Птицын на выход За него расплачиваются кровью Как нам найти твою сестру? Нам нужны только показания И ничего не угрожает Да я знаю Но я ничего больше не скажу Невероятно Вы и так убедительно рухнули, и эта кровь Ну да Это был худший день в моей жизни Я до сих пор жалею, что согласился на эту авантюру Мои близкие считают, что я мертв Ваши коллеги обозвали меня диспетчером Будто я работал на какого-то призрака Собирал какие-то сведения о жертвах Разве это не так? Я читала ваше признание Да мне угрожали Ваш начальник сказал, что если я не признаюсь И не соглашусь сыграть эту комедию То меня посадят, и надолго У меня просто не было выхода Как получилось, что люди, у которых вы брали интервью В скором времени погибали? Совпадение! Я постоянно беру интервью И многие мои собеседники до сих пор живы Иногда некоторые интервью отказываются печатать И вспоминают о них только тогда, когда человек умер Часто бывает так, что месяцами текст лежит на полке, пока его напечатают Чтобы выдать интервью за последние слова Да Публике почему-то безумно интересно узнать, что сказал незадолго до смерти другой человек Особенно, если он был знаменитым Знаете, кто в этом смысле был самым лаконичным? Иисус Он сказал только одно слово Свершилось Я проверила ваши алиби, вы абсолютно чисты Нам нечего вам инкриминировать Ну, я счастлив Я хочу сделать вас более счастливым Сейчас мы спустимся вниз Где будет пресс-конференция, на которой перед камерами вас воскресят из мертвых Как? Вы что, нашли человека, который приказал меня застрелить? Еще нет, но я не вижу смысла задерживать вас Причиняя тем самым боль вашим родным и близким Пора сказать людям правду Ну, мне хотел предоставить охрану, выдадут новые документы Мы не предоставляем охрану соучастникам убийств И тем более не помогаем им прятаться Я не соучастник Конечно Вы просто увлекаетесь астрологией и точно знаете, кто и когда умрет Идемте к вашим коллегам Да вы что, не понимаете? Он убьет меня и на этот раз по-настоящему Вы же не верите в призрака Я не знаю его лично Но я могу рассказать, как я с ним связывался Так Демьянов сообщал призраку о новом заказе Так если картины не существовало, кто тогда повышал ставки и увеличивал цену? Это призрак После ознакомления с заказом объявлял свою цену Если заказчик соглашался, журналист начинал сбор информации И передавал ее призраку Так получается, заказчик вообще не контактировал с киллером? Да Сбежал из тюрьмы Там отвратительные играют в покер С возвращения, дорогой Вы уж извините, что мы скрыли от вас эту операцию Не обижайтесь Чем обижаться-то они в тюрьме-то не сидели? Нашли сестру Птицыну Нашли, но тут же спрятали опять Потому что мы не можем рисковать ее жизнью И всего шестнадцать Во! Фадеева вполне может ее заменить Скажи мне, мой юный друг Где находится Антарктида? На Южном полюсе или на Северном? М-м-м-м Она еще этого не проходила Сыграешь в школьницу? Что-то ты задумал, Роман Витальевич Призрак прокололся Он взял деньги и не смог замаскировать убийство Мы знаем, кто заказчик Чусова подкупила свидетеля Но другой свидетель может запросить больше Скажите, а если Чусова откажется ей платить? Обязательно откажется Более того, мы будем настаивать на этом Убийца не выполнила условия контракта Почему она должна тратить свои деньги? Хорошо, допустим, мы уговорим Чусову сотрудничать с нами Что дальше? Мы оставим в интернете сообщение о той имени И будем ждать, когда призрак позвонит? Наверняка он захочет узнать, как Чусова нашла этот сайт А вот здесь нам поможет наш журналист Демьянов был ранен Но в интересах следствия мы объявили, что он мертв Чусову знает, что Демьяна жив И может дать показания против нее А мы разместим лот Картины с названием Портрет раненого гусара Притворяющегося, что он умирает ради поцелуя Прелестной вакханки Хорошо, допустим, призрак клюнет и позвонит Чусовой Та выведет ее на Фадеева Какой смысл призраку платить Фадеевой, если легче ее убить? Призрак профессионал, он убивает только за деньги В данном случае ему легче заплатить за молчание, чем убивать бесплатно Мне не нравится эта идея Ну давайте попробуем Ну вот хоть раз бы ты сказал, что идея отличная, только давайте ее не будем делать А кто будет договариваться с Чусовой? А кто будет договариваться со мной? Здрасте Здравствуйте Я вас, по-моему, видела по телевизору Вы убили журналиста А почему вы не называете его по имени? Вы же лично знали Демьянова Ну и почему меня посадили к вам? Где настоящие следователи? Ну вас еще не посадили, этот процесс пока впереди Оксана Витальевна, давайте друг другу сэкономим время Представим, что я уже сказал, что вы убили мужа, подкупили Птицына Ну вы, естественно, потребуете адвоката Адвокат приедет, поругается, уедет и вот, наконец, мы сможем с вами поговорить Я требую адвоката Или я звоню Демьянову и он подтверждает, что вы наняли убийцу Демьянов мертв Я видела, как вы его застрелили Моя связь с преисподней Алло Господин Демьянов, это Роман Фрейдин, ваш убийца У меня в гостях Оксана Витальевна Чусова Как ваша здоровица? Хорошо Оксана Витальевна выражает лицом беспокойство Она не верит, что вы ее предали У меня не было другого выхода Я потом дам вам его телефон Вы сможете вслазь, поругаться Иииии Так, чего вы хотите? Ровно четыре Не верю, что призрак появится Да вы не верили вообще, что он существует Пока призрак не позвонил Фрейду В следующий раз уговорите Фрейда придумывать для убийцы другого прозвища Смотрите Приготовиться к задержанию Остановите задержание Это не он Ему сказали, что ты будешь сидеть справа Но он вошел, даже не обернулся по сторонам Не прочел помещение Это не призрак Простите Прости, что опоздал Вы Елена? Нет Старичок Опознался Ничего Бывает Бывает Последите за ним Он может привести вас к призраку Но Гипотетически Берем его Машину нашли, но без призрака Машина оказалась числится в угоне Я говорю вам, что это плохая идея, да? Наивно было ожидать, что призрак придет нас три часа Зато мы точно убедились, что он готов откупаться Вот обязательно было у мужика все деньги забирать Видели, чем он зарабатывает? Это вещественные доказательства На деньгах могли быть отпечатки пальцев А их нет И на руле угнанной машины нет И на патронах О! Ты куда? У меня идея Хватит самостоятельности, рассказывай Сейчас призрак думает, что ему делать дальше Мы попросим Чусова, чтобы она опять связалась с ним И скажем, что девушка просто опоздала на встречу Думаешь, убийца клюнет во второй раз? Мы не просим у него денег Более того, девушка скажет, что она очень рассердилась И что она пойдет в полицию и все расскажет Ты думаешь, что это напугает призрака? Что она могла увидеть? Мужчину в бассейне? Она ж убийства не видела Мы можем подать его в розыск Журналист появился в жизни призрака четыре года назад До этого тот, видимо, самостоятельно собирал информацию О своих потенциальных жертвах Но где-то засветился И что делать? Он имитирует собственную гибель на болотах Вот почему нет отпечатков пальцев на патронах И начинает новую жизнь под новым именем Хочешь сказать, что призрак — это Осипов? Пока это только предположение, но его можно проверить Пусть Чусова скажет, что Таня узнала его по школе, где он преподавал раньше И что она была его ученицей А мы ему подкинем информацию о Тане Номер школы и фамилию Если призрак — это Осипов, то он напугается до смерти Хорошо, давайте попробуем Ты будешь продолжать лечение Мы с призраком сами разберемся Это не обсуждается Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У меня совсем картинка пропала Правильно, потому что по старой я выключила свет и легла спать Кстати, Антарктида на Южном полюсе В интернете посмотрела Я сама вспомнила Молодец А где Арктика? Вы можете сосредоточиться на деле? Могу Если мне наладят освещение Сейчас будет А почему вы призраку не дали точный адрес? Может он не найдет квартиру? Если бы мы ему предоставили полную информацию То он догадался бы, что это засада А то, что у него уже есть Вполне достаточно, чтобы найти адрес Слушайте А если он догадается, что это подделка? Что никакая Таня в его школе не учится? Не успеет Таня только завтра пойдет в полицию Кстати, кому в голову пришла мысль И подбросит почтовый ящик Письмо на ее имя Нет А что ты там написала? Ну Слушай, это старое письмо Вообще будет неинтересно Ну не факт А что там делает Галчанский? Это не Галчанский Убил меня Можно я пойду посмотрю? Ну что? Получается мы взяли призрака Ну я ждал, что он опять организует несчастный случай А он просто пришел с пистолетом Это банально Ну может он потом собирался устроить пожар Раскрыть улики Пойдешь с ним знакомиться? Неа Он мне больше не интересен Не хочу верить в призраков Я верю в несчастный случай И в судьбу А Как ты считаешь? Вот наше с тобой знакомство Это несчастный случай? Я рада, что мы познакомились Честно? Да Я тоже Я знаешь Я должен признаться Что Ну вот Больше всего на свете А почему ты молчишь? Это не призрак Это бомж из соседнего парка Ему кто отдал травматический пистолет И попросил женщину напугать Чтоб на чужих мужей не заглядывалось Примет не помнит Алло Алло Аня, ты меня слышишь? Слушай Мне надоело общаться с тобой через посреди Приезжай Поговорим, чайку попьем Знаете, большая редкость с кем-нибудь разговаривать на равных Признаться Мне больших трудов стоило Сделать из призыва человека То есть вас, Осипов Ищу чаю Одного не могу понять Но при чем здесь Анна? Вы хотите мне отомстить? Ну это же любительщина А вы настоящий профессионал При чем здесь месть? В жизни есть правила Надо их исполнять Дал обещание, держи Вы обещали убить журналиста И свои обещания не сдержали А я обещал вам Что в таком случае я убью ее И свои обещания я выполняю всегда Только не надо меня Убеждать, что она тебе безразлична Все эти штампы Нет Эта женщина Мне действительно Очень дорога Одну секундочку А как же последнее желание Так принято А вы же не курите А я, пожалуй Одну задержочку Дождь Хорошая примета А не будете так любезны Не подадите мне зажигалочку Ты клоуна Я не знала, что ты куришь А я не курю Я бы вот Ее в самом начале бы убил Все-таки Киллер Это профессия Одиночка А что мне мешает Это сделать сейчас? Ну, обратите внимание Снайперы на крыше Так что на вашем месте Я бы пистолет Опустил Видите ли, чем дело Я с самого начала был уверен Что вы не клюнете На приманку с девушкой И поэтому поставил Новую ловушку Правда, мой непосредственно Начальник был против Но ничего не поделаешь Простите Ты был очень убедительный Ты тоже Если бы я сам С Галчанским Тебя не инструктировал То я подумал бы Что ты напугалась до смерти Скажи То, что ты здесь говорил Ну, там, что я дорога тебе Это правда Или Просто хотел Отвлечь убийцу Аня Как ты думаешь Да, Рома Галчанский разрешит мне Провести пресс-конференцию Я ведь поймал призрака Или он опять Всю славу загребет себе И я стану Безвестным героем Ним Ты так и останешься Эгоистичным идиотом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok